Привет-привет! С вами Астрома, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем прохождение визуальной новеллы «Любовь, деньги, рок-н-ролл». И в предыдущей серии мы поближе познакомились с Ивамурой, если это можно вообще так назвать. Мы поняли, что Ивамура нас просто ненавидит. И мы продолжаем. Наверное, травли никто не заслуживает, но черт возьми, сейчас я почти что понимаю тех вчерашних хулиганов. Судя по часам, до звонка оставалось меньше минуты. Парта Кэтрин была пуста. Я спросил сидящего рядом с ней Майкла. А Кэтрин, новенькая, куда-то ушла? Не знаю, как-то не обратил внимания. А что? Да нет, ничего. Раздосадованный, я сел на место. Неужели? Как-то заметила, что я открывал ее тетрадь. Да нет, не могла, Кэтрин тогда и в классе-то не было. Кто-то рассказал? А давно она ушла? Не знаю, я же говорю. Вы про новенькую? Кажется, она к директору пошла. Одноклассница услышала наш разговор. Спасибо. Стул буквально горел подо мной, так хотелось броситься за ней. Я понимаю его, вот это... Ладно, поехали. Но зачем? Что я скажу? Прозвенел звонок и ноги сами понесли меня к двери, мимо учителя, в коридор. Боже, что ты творишь? Куда ты побежал? Вернись на место. Я забежал за угол и остановился. Что же ты творишь? Зачем все это? Ну вот правда, на кой? На кой тебе это задалось? Куда ты вообще побежал? Что-то... Ой, все, короче. Я даже глаза закрою, я не хочу смотреть на то, что дальше будет происходить. Это просто косяк. Вот, 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 вот это вот косяк. Школа замолчала, замерла. Словно благоговея перед неиз... Неизб... Неизбывной мощностью чистого знания. Я медленно крался по пустым коридорам к кабинету директора. Вот сейчас нарвусь на кого-нибудь из учителей и опять объясняться. С другой стороны, самому заявиться к нему в кабинет не лучше. А вот, кстати, и кабинет. Я прижал... Я прижался ухом к двери, но по ту сторону было тихо. Значит, либо они с Кэтрин играют в молчалку... В молчанку, либо ее там нет. И что же теперь делать? Возвращаться в класс уже поздно. Я слонялся по коридорам и сам не заметил, как оказался в старом крыле. Школа наша открылась почти сразу после войны. Много раз перестраивалась. Прирастала новыми зданиями. А старые ветшали. Если спросите меня, то скажу, что это неэкономично. Вот нет бы сначала снять и старое, а на его месте построить новое. В этом крыле, по идее, никого не должно было быть. Однако, внезапно я начал слышать музыку. Гитара. Звуки доносились из старого музыкального класса. Судя по надписи... Звуки доносились из старого музыкального, судя по надписи на табличке класса. Я легонько приоткрыл дверь. Ба! А вот она, Эли Сама. Играет на гитаре. Оказывается. Да это же Кабояши Эли. Вот кого-кого. А ее я уж точно здесь увидеть, ну никак не ожидал. Однако, играла она здорово. Приятная мелодия. Хорошее исполнение. А все-таки в музыке я кое-чего понимаю. Да и вся она в тот момент словно светилась счастьем. Совсем не манерная принцесса, с которой я столкнулся утром в кабинете директора. Ладно, лирическое отступление. Это, конечно, здорово, но такой шанс я упустить никак не могу. Так-так, и кто же это тут у нас? Гитара резко затихла, и повисшая тишина обрывалась лишь моими аплодисментами. Вот же Сама, не знала, что вы еще и на гитаре играете. Смущение, удивление, досада, обида, все эти эмоции сменяли друг друга на ее лице. Ты... ты... Не обращай внимания... Не обращай на меня внимания. Продолжай. Ты... ты... Что тебе тут надо? Я шел на песню прекрасной сирены, и даже представить не мог, что ей окажетесь вы, от же Сама. Все. Выпалила Элли, резко встала, держа гитару в руках, и застыла, словно не зная, что делать дальше. Я думаю, сейчас есть небольшой, но все же шанс получить с этой гитарой по голове и очнуться где-нибудь в госпитале. Ладно, ладно, ты не обижайся, просто не думал, что ты играешь на гитаре. Как-то у меня этот инструмент с тобой не ассоциируется. Вот, например, скрипка. Я и на скрипке умею. Перебила она меня. Да? Ну здорово. А ты почему не на уроках? Я-то понятно почему. А вот ты чего прогуливаешь? Я не прогуливаю, у нас перерыв. Ладно, ладно, ухмыльнулся я. Передо мной-то не надо оправдываться. Я не оправдываюсь, а вот тебе бы стоило следить за своим поведением. Что утром делал у директора? На чай зашел. В любом случае, это не твое дело. Я не хотел грубить, но мой ответ прозвучал именно так. Как раз мое, ведь я, внучка, я в курсе. Она посмотрела на меня удивленно. А что такого? Это секрет? Нет, не секрет, конечно. Даже если и так, то... Тут за дверью послышались голоса. Прячемся! Зволнована зашептала Элли. Зачем? У меня же... Эм... Зачем? У тебя же перерыв. А мне не привыкать? Сказал я ей хитро, но тон все-таки сбавил. Она ничего не ответила, лишь смотрела на меня умаляющим взглядом. Наверняка у нее есть свои причины. Ну, я думаю, как бы... Можно, конечно, ей было насолить и не прятаться, но... Как бы мне тогда тоже влетит, и поэтому мы, конечно же, спрячемся. Только куда? Ладно уж. Только я не вижу, где мы здесь можем спрятаться. Сюда. Элли схватила меня за руку и поволокла к маленькой двери, которую... Я сразу не заметил. За ней скрывалась тесная подсобка. То есть, вот прямо так? Я замер на мгновение. Места на двоих тут явно не хватит. Да заходи уже! Однако она явно считала иначе и буквально затолкала меня внутрь, а сама зашла следом. Ну, отлично. Теперь как сельди в бочке. Да и воняет тут. Однако сквозь запах сырости, плесени, пыли и тлена пробивался пряный аромат духов Эли. Поистине убойное сочетание. Дверь открылась и внутрь вошли несколько человек. Кажется, я что-то слышал. Киэма-сенсей, вам наверняка показалось. Директор разговаривал с кем-то из учителей. Мне ничего не кажется. Конечно, я стар, но еще более чем в состоянии. Да что вы, Киэма-сенсей, ничего такого я не имела в виду. Да и вообще, давно пора снести эту рухлядь. В разговор вступил третий голос. Эта рухлядь, как вы выразились. Директор вздохнул так громко, что мне отчетливо было слышно даже из подсобки. Я помню, как пришел сюда молодым учителем сразу после войны. Можно сказать, сменил винтовку на указку, вместо патронов мелки. Какой у нас директор оказывается сентиментальный. Я перевел взгляд на Эли. Она покраснела, как вваренный рак. Часто и прерывисто дышала. Ну да, так себе ситуация. Если она играет на гитаре, это еще совсем не значит, что у нее большой опыт по части. Ну, вы понимаете. Хотя, кто я такой, чтобы судить? Конечно, я встречался с Кэтрин, но успел уже вроде как привыкнуть к ней. А тут передо мной совсем другая девочка. Да что там передо мной? Вплотную. Сердце забилось чаще, и я громко взглотнул. Эли подняла на меня испуганные глаза. Короче, попандос, причем полный. Я состроил гримасу, которая, по моему мнению, должна была означать «тихо». Кажется, поняла. Тем временем, директор продолжал вещать. И после всего вы говорите. Это наше культурное наследие. Здесь надо открыть музей. Обязательно, Кияма-сенсей, есть. А сейчас пойдемте, у нас пятиминутка скоро. Да-да, простите, что я... Да-да, простите, что-то я заговорился. Как только дверь за ними закрылась, Эли вылетела из клотовки. Я вышел за ней. Надо было что-то сказать. Там было... Тесновато. Она подняла на меня ошалелые глаза. Тесновато. Тесновато. Да ты, извращенец. Все, меня облапал. Да не трогал я тебя вообще. Ну, глазами, значит, облапал. Я же видела, чувствовала. Да успокойся ты уже. Как можно облапать глазами? К тому же, это вообще была твоя идея там спрятаться. Да, но... Ну и все. Эли погрустнела и опустила глаза. Негоже, наверное, юной леди так себя вести. И грустно улыбнулась. Ну, я плохой советчик в таких вещах. Но все же думаю, что ничего страшного в игре на гитаре нет. Тебе должно быть очень нравится музыка. Да. В этот раз она улыбнулась уже искренне. Тогда я не вижу никакой проблемы. Вдалеке послышался звонок на перемену. Ладно, мне пора. Увидимся. А на прощание она улыбнулась совсем уж обезоруживающе. Я остался стоять один в пустом музыкальном классе в пустом старом крыле школы. Странная девочка. Я бы даже сказал, очень странная. А тем временем, за всей этой музыкальной историей, я совсем забыл о том, почему вообще здесь оказался. Ведь я искал Кэтрин. Возвращаться на занятия совсем не хотелось. Опять получу, нагоняй. И ладно бы, просто пропустил урок. Но выбежать из класса посреди звонка на глазах учителя? Нет уж, увольте. Из школы удалось улизнуть незамеченным. И вот я уже свободен, как ветер. Вышагиваю по тротуару одного из центральных районов Токио. Хочется просто отдохнуть. Весь день уже на смарку. Единственное, чего добился, так это узнало, что вчерашнюю записку писала не Кэтрин. Записка. В голову полезли нехорошие мысли. Но ведь, если не она, то кто? Шутка. Розыгрыш. А если нет? Да и что со мной творится в последние полтора дня? Произошло больше, чем за полтора года. А все это время я и общался, разве-то что с Химицу? Ну, может быть, с Киоски, иногда с Майклом. А тут Кагома, Эли, Кэтрин вернулась. И что дальше? Стану девочкой-волшебницей? Как будто бы случайно я оказался возле знакомого бара. Пару кружек пива мне сейчас просто необходимо. Согласен. Полностью согласен. Нужно немножко привести мысли в порядок. В общем, пойдем. Отдохну. Отвлекусь. Внутри было немноголюдно. Логично. Ведь в это время все должны быть либо на работе, либо на учебе. Как в том анекдоте про ураган и трехэтажный дом. Хотя, меня тут и знали, но у меня все равно на готове был поддельный паспорт. В свое время подсобил одноклассник, у которого отец работает в органах. Такие пропуска во взрослую жизнь были у многих учеников нашей школы. Настоящий он или нет, еще поди докажи. А документ есть документ. Особенно, когда какой-то нахал тычет тебе им в лицо. Да и хозяин тут тоже русский. Он рассказывал, посмеиваясь, что раньше был пиратом и его корабль затонул возле японских берегов. Конечно, это неправда. А скорее всего, он такой же иммигрант, как и мои родители. Я сел за барную стойку и заказал кружку пива. О, Колян, здорово! Ты сегодня что-то рано? Да вот, так получилось. В школе проблем не будет? А то ты знаешь, как у них тут с этим строго. Я нервно захихикал. Ну ясно, понимаю, не мое дело. Быть хорошим психологом это фактически часть профессии бармена. Пиво здесь наливали в пол-литровые кружки, что меня несказанно радовало. Выпивать залпом маленькие стаканчики и потом бежать от удовольствия? Фу! Я сделал большой глоток. Кэтрин вернулась. Бармен скинул брови и с искренним удивлением спросил. И что теперь будешь делать? Иногда мне казалось, что сочувствие клиентам для него нечто большее, чем просто профессиональный навык. А что тут сделаешь? Она не горит желанием общаться. Я тоже. Ну, по крайней мере, кидаться на нее я точно не намерен. И зачем она вернулась? Из-за работы матери, наверное. Не одна же она приехала, верно? Скорее всего. Ну вот, и получается ерунда какая-то. Знаешь, как говорят, жизнь как зебра. Черная полоса, белая полоса, потом опять черная, потом опять белая. Ну да, а потом жопа. Мы дружно засмеялись. Вот точно, точно о нашей жизни. Черная-белая, черная-белая, потом оп и жопа, причем полнейшая. Ты, Колян, вот что, не грусти, сказал он напутственно. Какие твои годы? Помиритесь еще сто раз. А нет, так другую бабу найдешь. Вон их сколько тут ходят. Бармен развел в стороны руки, и несколько школьниц, примастившихся за столиком в самом дальнем конце зала, боязливо посмотрели в нашу сторону. По-моему, они этому явно не обрадовались. Спасибо, утешил. Да и помимо этого, дофига всего. Жизнь бьет ключом. Да все по голове. Ей-богу, у него что, под столом словарь пословицы поговорок спрятан? Дверь бара громко распахнулась, и внутрь вошла компашка молодых людей. Среди них я сразу узнал вчерашних хулиганов, и рефлекторно уткнулся носом в кружку. Испугался? Похоже, что так. Они прошли за столик и заказали пиво и коктейли для девочек. Твои знакомые? Наклонившись ко мне, тихо спросил бармен. Я бы не сказал, что знакомые, но пересекались. Я периодически искосо поглядывал на них. Встать и уйти? Не будет ли это выглядеть трусостью? Впрочем, перед кем они... Перед кем? Они меня даже не заметили. Не успел я подумать об этом, как один из парней встал и подошел к барной стойке. Эй, а я ведь тебя знаю. Ну, допустим. Сказал я максимально спокойно, даже не удостоив его взглядом. Ты, похоже, не понял, с кем связался, Гайдзин. А я ни с кем и не связывался. То есть, это не ты вчера моему другу по морде заехал? Может и я, но было за что. Да? Тогда давай выйдем, поговорим. Я посмотрел на бармена, но тот лишь пожал плечами. Сочувствие клиентам, мать твою. Ну, пойдем, выйдем. А что еще оставалось делать? Че-то не к добру все это мне кажется. Через полминуты мы уже стояли в переулочке за баром. К школьникам присоединилась парочка парней постарше. И откуда только взялись? Ну что, теперь не такой крутой? Говорил тот, который вчера получил от меня по лицу. Будет знать, как за всяких шлюх вступаться. Я посмотрел на эту девку. Да по сравнению с ней, каком и мать Тереза. Ну и что дальше? Бить будете? В четвером против одного? Достойно уважения. Ничего не скажешь. А как же кодекс чести? У Якудзу он есть. Я ухмыльнулся самому здоровому из них. Вот у тебя точно морда бандитская? Отморозки постарше скрипнули зубами и переменились в лице. Ты что сказал? Давайте уже заканчивать. В голове мелькнула мысль. А не ударит ли первым? Так хоть капелька самоуважения останется. Но не успел я решить, как сильный удар в спину повалил меня на землю. Подло. Били сильно, но недолго. Я свернулся калачиком, закрыв голову руками. Больно. Когда я пришел в себя, этих подонков и след простыл. Медленно встал и ощупал все тело. Кажется, ничего не сломано. Лицо тоже в целом... Лицо тоже в целом в порядке. Только синяк под глазом. Я вернулся в бар и сел на прежнее место. Вот теперь вести задушевные беседы с барменом не было никакого желания. Впрочем, что он мог сделать? Встать со мной в драке плечом к плечу? Вызвать полицию? Глупость. Эй, тут это... Он глазами показал в сторону. Я повернул голову, буквально в паре метров от меня сидела... Кэтрин. И, я думаю, это самое время закончить эту серию. Потому что сейчас начнется какой-то ужас. В общем, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok